Кинескоп Кинескоп Вчера четыре чёрных чумазых демократа на чёрном Мерседесе подъехали с чёрного хода и, угрожая мне, чёрными ножами пытались отобрать у меня пропуск в столовую. Они думали запугать меня, но я прямо сейчас, обращаясь в эту чёрную камеру, скажу им, я вас не боюсь! Не боюсь! Не боюсь! Не боюсь! У меня всё. Питере нормально. Пока. Здравствуйте! В этот день, ровно 50 лет назад, московская «Динамо» в турне по Англии развеяла миф о непобедимости английских футболистов. Последний гол в этой серии забил Олег Блохин головой. Вот так. Откуда я взял этот факт? Наверное, просто выдумал из этой самой головы. Всё-таки есть ещё люди, которые могут переписать историю заново. Море времени. Отлив. До свидания. До свидания. А я дружба. В моём лице два человека встречаются, влюбляются и женятся. Вот так. Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о новинках техники, которым суждено иметь массовость после 2000 года. Учёные Массачусетского технологического института придумали способ искоренения преступности с помощью специальной компьютерной программы. Они рисуют на белом листе бумаги вот такую точку и заставляют преступника в течение месяца смотреть на неё. У преступника развивается косоглазие, и он уже никогда не сможет попасть своим ножом или другим предметом ни в кого. Таким образом, например, с помощью этого метода уже искоренили преступность у Майка Тайсина и выпустили его из тюрьмы досрочно. До свидания. Встретимся после 2000 года, и давайте войдём в него с улыбкой. Мария, у меня сдох попугай. Как ты думаешь, это не опасно? Ну, для попугая опасно. Однако, на всякий случай, рекомендую всей семьёй попринимать детский панадол. Ну, мы же его весь скормили попугаю. Перед тем, как он сдох? Да, непосредственно перед тем. И что, у вас совсем не осталось панадола? У нас не осталось попугая. Ну, ничего, купите новый и принимайте. Ну, вы что, попугай? Да нет, новый панадол. Спасибо тебе, Мария. Мария, в нашей стране плохо идут реформы. Попробуй записаться на приём к президенту и просто поговори с ним. А вдруг он меня не примет? А я ему тебя пропишу. И что, тогда он меня будет принимать? Конечно. Он и меня всегда принимает, когда с реформами проблемы. Здравствуйте, Ара. Да, я такой жесть придумал сегодня интеллигентный. Смотрите, вот очки поправил. В общем, я сегодня подробностей буду я вести. Юрик, да. Просто колик с Ванидзой улетел. Я не знаю, то ли Люксембург, то ли Бенни Люкс, я не знаю, да. Я сегодня буду вести. Сегодня мне тему дали, да. Рок-музыка. Слушай, а это смешно просто, а такое обсуждать. Я учу не пойму одно. Почему наши, отличные певцы, понимаешь, отличные, не могут пробиться на мировой рынок. Это червяк, пан Маш Джексон, ам Шмексон. А ты это делаешь? Это противно смотреть, Ара. Я когда включаю телевизор, он там это корчится, я просто беру краской, закрашиваю все и выбрасываю потом. Потому что это просто издевательство. У нас есть отличные певцы, Ара. Честно, этот Мармеладзе очень нравится. Поликашвили, чудесный тенор. Слушай, этот, как его, этот, который-то с косичкой, этот, не помню, Калинин, что ли, Малинин, там, не знаю. Он, как, знаешь, про тоску, как заведет, я плачу, просто, понимаешь, плачу, валерьянку пил, не могу. А там, понимаешь, там они все эти, пи эти, гомосексуалисты, все певцы до одного, понимаешь? Просто пи***, прости меня за губас, да? У них эти, у всех серьги, сережки здесь, 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 на заднице только нет. И то, наверное, есть, я не смотрел, прости, не знаю. Слушай, а все женщины, они, знаешь, кто все? Как это слово, там, что-то там, лестбиянки, понял? Все, они с животными живут. Слушай, это ужас. У нас все красивые певцы, все. У нас школа прекрасная, вокал, Поликашвили, Мармеладзе, этот, такой-то с носом, с таким смешным. Саши Кайвазов, это гений, понимаешь, красавцы, богатыри. Там все гомосексуалисты и все лестбиянки. Вот тебе понял, вся эстрада. Там и у нас равны, да? И подумай, просто нас элементарно зажимают, понимаешь? А не знаешь, что мы мир завоюем? Да слушай, ладно, дай договорю, а? Просто нет сил, ты меня все время машешь, все, все. Спасибо, до свидания. Мы измеемся потому, что приготовление пищи должно приносить радость и удовольствие. Сегодня мы вас научим, как правильно жарить океанскую рыбу. Но ведь это отнимает много времени. А куда рыбе торопиться? Мне иногда кажется, что человек произошел не от обезьяны. Вы догадались, от кого? От черепахи! Ха-ха-ха-ха! Здравствуйте! В Москве уже ночь, и вы смотрите телевизор, а в Америке уже утром, но там тоже смотрят телевизор. Для тех, кто принимает ТВ-6 в западном полушарии, наша программа «Доброе утро, Америка!» И сегодня у нас в гостях живая, пока еще легенда американского рока, знаменитый Фил Кирк Хорлинз. «Привет, Фил! Привет! Как поживает ваша попсовая тусовка? Ты давно виделся с Мадонной?» Только что. Она стоит у вашего подъезда, и ее не пускает швейцар. Не пускает швейцар Мадонну? Она что, слишком вызывающе одета? Я бы не сказал, что она слишком одета. Неужели она пришла в одном кожаном лифчике? В лифчике я не заметил лифчика. Может, он у нее съехал? Да, у нее что-то там болталось на бедрах. Хотя, может быть, эта юбка задралась? Ты сказал, на бедрах? Может, это была не Мадонна? Да нет, это точно была Мадонна. У нее на руках был младенец. А почему они не смеются? Может быть, они не поняли каламбура? Какого каламбура? Разве ты не имел в виду картину Рафаэля «Мадонна с младенцем»? Нет, я имел в виду Майкла Джексона. Спасибо, Фил. Ты всех нас здорово сегодня повеселее. Вы смотрели популярнейшее ток-шоу «Доброе утро, Америка». Здравствуйте. Наш магазин – это рекламная рубрика. Она предназначена для мелких, средних и крупных бизнесменов, предпринимателей и спонсоров, а также бизнесменов. Дорогие друзья, привозите свои товары к нам в магазин, и мы их будем рекламировать. Для начала привозите, например, стиральные машинки фирмы «Сименс», «Бош» и другую бытовую технику. Машинку швейную. Привозите также к нам швейные машинки, «Зингер», «Ягуар», «Холодильники», «Шарп», «Микроволновые печи», «Мулинекс», «Штор». Какие шторы? Зачем нам шторы? Нужны шторы. Магазин нужны шторы. Шторы в магазин. Какой магазин без штор? А также привозите к нам в магазин музыкальные центры, видеокамеры, проигрыватели, пылесосы, цепторовскую посуду. Миксер. Такая умная, сама и говори. Скажи, у меня все записано, значит. Миксер нужен, «Мулинекс», чего еще, значит, утюг без шнура, электрочайник, гладильная доска, сушилка стоячая электрическая, кухонный комбайн, пылесос. Пылесос, я уже говорила, холодильник. И холодильник, ты уже говорила. Ну, пусть два будет. Всего навалом. Два будет, пусть холодильник. Ладно. Ничего, пусть привозят, главное. Будем рекламировать. Вот так, дорогие друзья. И спонсоры. И спонсоры. Привозите нам товары, мы их с удовольствием прорекламируем. Помните, наша реклама – ваша независимость. Теперь нам про фотосалон надо сказать. Про, это, тураенство. И про косметику. Нет, и про одежду еще. Про косметику. Про одежду. Еще ничего не сказали. Хорошо. Про косметику надо. Здравствуйте, дорогие друзья. Открывается наша новая рубрика «Салон модной одежды». Что ты сказала тебе? Косметики. Модной одежды. Мне и так надеть нечего. Хочу, как и что. Что ты орешь? У нас снимают. Нам еще рубрик снять. Давай, давай. Давай, давай. Здравствуйте. Про продукты. Про продукты. Здравствуйте. Наша новая рекламная рубрика «Магазин продуктов». Она предназначена для мелких, средних и крупных бизнесменов. Помню, ставили мы как-то орлеанскую деву. Дева у нас была заслуженная старая актриса, попавшая в театр все при НКВД и от НКВД. Не обидел ее бог фактурой. Кожаная куртка, беломор такой во рту у нее и громадных размеров от природы и сизый от табака нос. Замечательный еще командный голос. И вот возьми перед премьерой, да и напади на нее, тих. Понюхала голубушка табаку-то и ну чихать. Ну куда ей на сцену? Ее сжечь на костре должны, а она чихает. Выручил нас тогда Леонид Порфирьевич Козлодоев. Старейший и талантливейший актер, надо сказать. Лысый, ну как бильярдный шар. И такой же умница. Нацепили на него парик, наложили в длин, приклеили накладные ресницы и выпустили на сцену. Да ведь пока в платье женское-то наряжали Леонида Порфирьевича, так парик сполз на лицо, а ресницы поэтому приклеили на затылок. И что вы думаете? Отыграл Козлодоев все на одном дыхании, стоя спиной к публике. Никто и не заметил даже. А под занавес тоже вышел, поклонился спиной вперед. И неделю потом радикулитом начался бедолага. Вот такой был актерище. Сердце во лбу бьется, как птица. Не, наоборот. Птица во лбу бьется, как сердце. Привет, маленькие любители спорта. Сегодня я познакомлю вас с маленькими баскетбольными хитростями. И поможет мне в этом мой сынулька, физкульт. Привет. Соберись, братка. Допустим, я обычный паренек, молодой, вышел первый раз на площадку. Против меня Дрим Тим, Шакил Аниел. Убийца, здоровый чар. Два ветра ростом. Что я делаю? Что я делаю сначала? Как будто даю паспугаю его. Потом в пароходе локотком под зубком. Потом сзади, как будто мячик выбивал, почечки опустил. А потом за мячиком так потянулся и в глазик ему. Я выхожу один, один выхожу на корзину. Спинка прямая, грудь впереди и улыбочка в камеру. И так от щита, легко так, кисточкой. Россия ликует, враг не парализован. Победа наша! Счастливо! Учитесь, мальчишки. Соберись, тряпка. Пока! Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня в рубрике «Пираньи пера» собрались молодые журналисты, шакалы ротопринтных машин, как я их называю, которые растерзают кого угодно, даже маму Пугачёву, если она, конечно, им поддастся. А сегодня они будут беседовать с молодым и популярным музыкантом Вовой Пупкиным. Какой Пупкин? Какой Пупкин? Меня Женя Матунов зовут. А у меня написано Пупкин, извините. Что ты перед ним вообще извиняешься? Нам вообще плевать, кто ты такой. Господи, да мне плевать, кто ты такой. А нам плевать, что тебе плевать, а? А мне плевать, что... Тихо, тихо. Я прошу беседу вести корректно и вопросы задавать по существу. Тогда у меня по существу. Как там ты, Женя? Жень, ты чё такой нечёсанный-то? Ты вообще, когда на сцену уходишь, голову моешь? Ты в этом месяце мылся? Что за вопросы-то, а? А чё тебе не нравится? Не, ну нормальные можно вопросы? Нет, давай отвечай. Давай отвечай. Знал, куда шёл, тебя пригласили. Сиди, сиди, не выпендривайся. Мылся, не мылся. Ну мылся вчера. Да не ну мылся, а мылся просто. Ты чё, нам одолжение, что ли, делаешь? Мылся он. За ушами-то не забыл помыть? Так, тихо, ладно. У кого ещё есть вопросы? У меня есть вопросы. В каком году было ледовое побоище? Интересный вопрос. Ну, в 1042-м. Ну да-да, попал пальцем в небо. Ха-ха, да ты грязнули ещё и двоечник. Да, а зачем мне это знать-то надо? Тебе родную историю знать не надо? Да ты космополит. Не знай-ка, а? Так. И что у тебя за кликуха вот эта вот, ящур? А? Что за демонизм ты тут развёл вообще? Какой ящур? Ящур. Нет у меня такой кликухи ящур. А какая у тебя кликуха? А у меня вообще кликухи нет. А, ну если у тебя и на это фантазии не хватает, давай придумаем тебе кликуху. Вот я на тебя смотрю, потому что тебе одно подходит только вот, костыль, вот. Понимаешь, вот костыль, всё. Не, 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 хочу я костырём быть. Так, а кем ты хочешь быть? Я? Да. Я хочу быть Айвенго. Айвенго! Айвенго! Ты молодец, ты приколист, а? Айвенго! А ты долгихотом, долгихотом! Ой, посмешил, очень смешил, очень смешил. И всё, приходи. Спасибо вам. Всё больше и больше людей в России снимаются в рекламе нашего стирального порошка. Перед вами Людмила Пузоватова. Мать скольки детей? Сороки. Скольки, скольки? Сороки. Ну, сорок их у меня. А, уже смешно. Ну и что? А то, что возникают проблемы с чулочками и носочками. Почему? А потому, что пятеро моих деточек занимаются футболом, шестеро самых маленьких играют в регби, две девочки-близняшки, Анечка и Ирочка, увлекаются борьбой в близкие за деньги. Средние восемь, свадьбу, Андрюшу, мотогонщики. А остальные пятнадцать уж не знаю, где пачкаются вместе со своим отцом. Тут уж не только с чулочками и носочками, тут уже и со штанишками и пальтишками проблемы возникают. Ага, Людмила, скажите, а вы поменяете две пачки обычного стирального порошка на одну пачку нашего стирального порошка? А что-то я не пойму, а в чем подвох-то? Да ни в чем, Людмила. Это у нас такой рекламный трюк. Ага. Вообще-то мне хочется две. Ну вот вы же меня учили, чтобы я выбирала одну. А можно я все три возьму? Нет, Людмила, нельзя! А у меня двое детей боксом занимаются. Миша, Коля, идите сюда, дядя, дядя, то нам порошок не дает. Ай, ладно, Людмила, забирайте все. Я забираю все. Пока вы еще не сели ужинать, я расскажу вам историю на голодный желудок. Один дяденька очень любил пить хорошее пиво. Он даже был готов продать душу дьяволу, чтобы выпить хорошего пива. И продал, но душа у него была темная и дешевая. А пиво дяденька хотел светлого и дорогого. И говорит он тогда, вертайте душу мою в зад. Но душа не стеклотара, обратно не вернешь. И живет этот дяденька до сих пор. И пиво дешевое по-прежнему пьет. Но как-то уже не так, как-то без души. Этот дяденька до сих пор бродит черными ночами возле черных коммерческих киосков. И пугает людей криком. Отдай мне свои сто рублей. Спокойной вам ночи и приятного аппетита. Ко мне, собачка. Шанель номер пять. Хлоу, сегодня у меня в спальме замечательная Танька. Тань, поприветствую, зритель. Да не туда, а вот сюда, вот сюда, вот сюда. Поприветствую. Скажи что-нибудь людям. Так, Танька, в общем, я тебе должен сказать. Ты замечательно сделала свой новый клип. Клипик замечательный, вернее, хиток. Клипик у тебя был тогда, а сейчас хиток. Ты эти хитки, в общем, печешь, как блинчики. Расскажи, как это у тебя так получается, ты мастерица, блинчики-то, хитки печешь. Ты чего? Ты блинчики печешь, это тяжелая работа. Туда говорим туда. Я говорю право. Ну, да. Тяжелая работа, блинчики. Тяжелая? Почему тяжелая? Расскажи, почему тяжелая? А я тащусь. Подожди, перебивай меня. Давай. Я тащусь. Даже когда блинчики пеку. Да? Потому что я профессионал. Ага. Должна все делать клево. Тащиться. Даже когда я блинчики пеку. Я должна тащиться, понимаешь? А слушай, а вот когда я делаю свои хиты, я тоже это делаю клево. Потому что я тащусь. Вообще я считаю, что мы все должны тащиться. Все. Знаешь? Ну, как Мадонна. Ну? Ну. Ну, Мадонна от своих хитов. Я от своих хитов. Наши зрители. Зрители должны тащиться от того, что они зрители. Понимаешь? Мама от того, что они мамы. Да. Папа от того, что они папы. Тебе как зовут? Да как хочешь. Зови меня Васей. Вот, Вась, скажи мне, пожалуйста, вот ты, ты тащишься от того, что ты делаешь, да? Я? Я пухну и тащусь. Молодец. Профессионал. Так это же клево, ну это же клево. Понимаешь? Мы все должны тащиться. Все? Я? Я должна тащиться. Ну, я думаю, что, ты знаешь... Ты тащишься. Нет, ну все тащишься. Он. Он тащится. Но все-таки, Таня, ты знаешь, мне кажется... Она тащится. Да все должны тащиться, понимаешь? Нет, только не все. Не все. Да я тебя умоляю, я сейчас тебе покажу свой клип, Патрисия называется. Да глухой протащится. Я тебя умоляю. Да, точно. Ну что же, смотрим и тащимся. Патрисия нас сейчас утащит. Да, ну что я... Ладно, давай, нормально. Ну ладно, давайте, поехали. Есть сестра в таинственном море, С названием Кватакуат. Там вечно стоит на тазуре, Сбежавший японский солдат. Однажды он на горизонте, Увидел прекрасный фиггат. Патрисия, Патрисия, Ты прямо как Константиня. И это не амбиция, А факта Константиня. Ее он, конечно, влюбился. Всю ночь он бродил за мной свой, И я до курора напился. И чудом остался живой. Нас завтра он тоже не умер, А прожил еще сорок лет. Но сердце вовек не забудет Девчонки, сердешный привет. Она же, конечно, уплыла, Зачем ей японский солдат? Его она кучу забыла, Забыла и врат уплать. Патрисия, Патрисия, Как белая аккация. Сейчас в нашей песне про любовь Наскрубит кульминация. Как суслик копье просвистело, Пробило высокую грудь. Не сможет уж мертвое тело, Как прежде судьбоса нырнуть. Со мной поступило неплохо, Сказал он, вентуя ей кровь. Японское слово «Алоха» По-нашему значит любовь. Патрисия, 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 Акадия, Патрисия, Как франция. Спасибо, Сережа. Да ладно, черт.